На Кубани 24 время информационного канала тема дня. Сегодня среда, 3 октября. Здравствуйте, мы начинаем. Министерство труда России уберет из списка запрещенных для женщин несколько профессий. Теперь женщины смогут официально работать на воздушном, речном, морском и ЖД транспорте, в хлебопекарном производстве, а также водить большегрузы и специальную технику. Помимо этого будет сокращаться разница между зарплатами. Сейчас и женщины получают средним на 30% меньше, чем мужчины на одной и той же должности. А вот на руководящих постах представительница слабого пола хватает. Россия второй год подряд лидирует в рейтинге стран, где женщины занимают высокие должности. В эту пятницу в Краснодарском дворце Спорт-Олим пройдет общегородская ярмарка вакансий рабочих мест планеты ресурсов и профориентационная выставка учебных заведений Абитуриен-2019. На эту тему дня мы решили поговорить с нашим экспертом. Это Марина Викторовна Слепченко, начальник отдела профобучения и профессиональной ориентации Управления занятостями населения Министерства труда и соцразвития Краснодарского края. Здравствуйте, спасибо огромное. Здравствуйте. Марина Викторовна, хотела бы все-таки вначале уточнить, вот такие формы, как ярмарка, насколько они актуальны и не устарели ли? Сейчас, ну вот не знаю, все мои знакомые, если они занимаются поиском работы, они обращаются на специальные сайты или с помощью мобильных приложений. Я хотела бы сразу отметить, что 21 сентября у нас прошли краевые акции в 43 муниципальных образованиях. На территории Краснодарского края у нас 44 муниципальных образования, где прошли очень успешно наши мероприятия, которые проходят традиционно на территории края. Более 2,5 тысяч было представлено вакансий от организаций работодателей, и более тысячи организаций работодателей вообще представляли свои рабочие места в различных сферах экономики Краснодарского края. Проходимость на наших мероприятиях соискателей привлекает очень наше мероприятие. Более 30 тысяч по итогам прошлого года. Итоги этого года мы будем проводить по итогам проведения ярмарки вакансий, которая будет проводиться в Дворце спорта Олимп, Береговая, 144. Всех приглашаем на наше мероприятие 5 октября 2018 года. Тот вопрос, который вы поднимаете, он очень современный, интересный. И наша структура идет в ногу со временем. У нас есть мобильные приложения, у нас есть возможность проведения разъяснительной работы через наш информационный портал kubzan.ru, через социальные сети. Мы ведем работу разъяснительную в центрах занятости населения. Мы очень активно работаем со средствами массовой информации. Но ярмарки вакансий – это интересный формат. Это формат очень современный, когда можно прийти напрямую к работодателю в организацию, пройти собеседование, допустим, в нескольких сразу организациях. То есть, приходишь на ярмарку вакансий, как мы называем наши ярмарки вакансий, это площадка социальных достижений, где представлена и структура социальной защиты, потому что у людей всегда есть вопросы, связанные с социальными направлениями. Это инспекция труда, где есть вопросы, связанные с трудовым законодательством, которые волнуют каждого человека. Это возможность прийти с родителями, привезти школьника для того, чтобы пройти профориентационное тестирование. На это нужно потратить время где-то более часа. Это возможность составить резюме со специалистом нашей службы. Это пройти, есть возможность семинар-тренинг, где тебе расскажут, как эффективнее необходимо продать себя, как себя подготовить, как себя презентовать, какие актуальные вопросы освещаются на собеседованиях с работодателями. То есть, весь комплекс государственных услуг, который осуществляет структура Центра занятости населения, возможно, эту информацию получить в одном месте. Вы меня убедили, что такой формат, он вас нужен, потому что никакое мобильное приложение, никакой сайт просто не поможет решить столько сразу много функций, как именно ярмарка. Два года подряд мы проводим в режиме единого дня. Это изменения, связанные с венеем времени, и это очень удобно, так как люди на территории Краснодарского края, они понимают, что 21 сентября будет проводиться во всех муниципальных образованиях единый день проведения ярмарки вакансий «Планета ресурсов». И судя по тому, сколько людей к нам обращаются, и результаты очень высокие, по итогам ярмарки вакансий 23% у нас трудоустроены. На сегодняшний день посетило наше мероприятие более 30 тысяч человек, и мы уверены, что 23% мы сможем трудоустроить. Но я думаю, что все-таки ярмарка еще востребована у тех людей, которые, может быть, не совсем дружат с интернетом и мобильными предложениями. А я хотел бы, наоборот, сейчас о студентах поговорить с нами. На связи начальник отдела по работе с абитуриентами Кубанского государственного аграрного университета Татьяна Дмитриевна Епишина. Татьяна Дмитриевна, здравствуйте. Да, да, здравствуйте. Вот скажите, выставка учебных заведений «Абитуриент-2019». Я понимаю, что вы там активное участие принимаете. Такая форма, она действительно нужна? То есть абитуриенты не приходят к вам через сайт, через день открытых дверей, они приходят туда и на выставку? Обязательно. То есть, учитывая вот этот демографический провал, который еще существует, и учитывая конкуренцию между вузами, обязательно нужно использовать разные, все имеющиеся формы общения с абитуриентами накануне их период подготовки и подачи документов, сдачи ЕГЭ. Поэтому мы всегда активно принимаем участие, и действительно благодарны организаторам, это возможность непосредственно общения с ребятами, выпускниками, и задел на будущее. То есть, это и девятый класс нам также интересен. В этом и суть этой профориентации. То есть, не одиннадцатый класс, а именно и девятый, и десятый. И возможность подсказать им, какие направления реализуются в вузе. Возможность расширить их понятия именно в аграрном блоке, потому что мы аграрные университеты, нам также это интересно. Рассказать им, какое количество бюджетных мест имеется на эти направления. То есть, возможность учиться и получать образование совершенно бесплатно. Татьяна Дмитриевна, и все-таки больше приходит молодых людей, которые знают уже, что хотят, и задают конкретные вопросы, или которые приходят на выставку и говорят, помогите, не могу разобраться, не могу придумать. Вы знаете, да. Я бы сказала, процентов 50 существует именно этих вопросов, что помогите определиться с выбором будущего, своей жизни. И здесь, конечно, надо это все не упустить и рассказать так, чтобы действительно человеку это понравилось, и действительно потом он смог себя реализовать в будущем. Спасибо, спасибо, Татьяна Дмитриевна. Спасибо огромное, что вышли с нами на связи. Еще раз хочу обратить внимание, что выставка учебных заведений «Абитуриент-2019» будет проходить в рамках ярмарки вакансий «Планета ресурсов» в эту пятницу. 5 октября дворец спорта Алим. Приглашаем всех принять участие. Еще это очень интересно для родителей, продолжение темы, потому что можно подойти к любому работодателю и узнать, чем занимается организация, сориентироваться о рынке труда, узнать, какая заработная оплата будет. То есть все технологии, которые необходимо использовать, в основном это консультации, то есть идут консультации. Поэтому все коммуникации, которые возможны, именно можно применить на нашей площадке ярмарка вакансий. То есть выбирая факультет для обучения, можно уже примерно понимать, какая ситуация на рынке труда сейчас. С работодателями проговорить, особенно заработная оплата и вообще механизмы трудоустройства, как раз это возможность, именно та площадка, где можно сформировать дальнейшие какие-то стратегические планы именно для ребенка и для родителей. Чтобы больше понять, нужно обязательно подойти и проконсультироваться. Наши специалисты дают консультации по различным вопросам. Освещаются различные вопросы, связанные с государственными услугами, это комплекс мер, который мы предлагаем для наших граждан, которые приходят на ярмарку. Это вопросы профобучения, вопросы социальной ориентации, вопросы психологического характера и, естественно, трудовое законодательство. Это актуальные вопросы, которые всегда задаются искателям. На секунду еще прервемся. С нами на связи руководитель пресс-службы по Южному федеральному округу и Северокавказскому федеральному округу в Headhunter Ален Манохин. Ален, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, очень удивила вот эта информация от Министерства труда, которое сейчас занимается тем, что убирают некоторые профессии из списка запрещенных для женщин. Вот они говорят о том, что разница между зарплатами на одной и точной должности у мужчин и женщин составляет примерно 30%. Действительно работодатели сейчас, выбирая сотрудников, все еще ориентируются по этому гендерному признаку? Или все-таки времена меняются? На самом деле не могу с этим согласиться, потому что мы, видя свою какую-то статистику, общаясь с работодателем, мы не можем сказать, что они повышают зарплаты мужчинам и снижают какую-то финансовую планку для женщин. На самом деле, скорее ситуация на рынке труда говорит об обратном, что гендерные стереотипы и вот эти вот рамки, они на сегодняшнем рынке стираются. Мы сами можем увидеть, что женщины у нас давно работают водителями, да, и какими-то, может быть, даже руководителями этих отделов, топ-менеджерами. В то же время мужчины идут на такие должности, как, не знаю, стилисты, флористы. То есть, наверное, у нас общество изменилось в ту сторону, когда у нас нет чисто мужских и чисто женских профессий. Соответственно, и оплата труда не может от этого различаться, потому что, прежде всего, любой работодатель сейчас смотрит на конкретного человека и на его навыки и способности. И если, пусть даже на какую-то руководящую позицию будет претендовать женщина, которая даст понимание того, что здесь она будет эффективнее своего компрента мужчины, то работодатель, мудрый и думающий о перспективе своей компании, даст предпочтение ей на самом деле. Алена, если можно, очень быстро, я понимаю, что там очень ценят опыт, образование и прочее, а вот какие-то вот качества, да, человека, претендующего на вакайство, там, коммуникативность, социальная активность, на что сейчас обращают внимание работодатель? Ну, безусловно, у нас сейчас век информационных технологий, да, когда главное — это владение информацией, то есть умение получать информацию, распоряжаться и максимально быстро обрабатывать. То есть, прежде всего, человек будет эффективен тогда, когда он развивается, следит за развитием окружающего мира, и все новое, то, что появляется вокруг него, как бы впитывает и может применять свои деятельности. То есть, конечно, коммуникация выходит на первый план. Коммуникация и обучаемость, наверное, еще тоже. Обучаемость, да, и желание развиваться, наверное, при желании. Да, Ален, спасибо огромное, кстати, про обучаемость и желание развиваться. Мы поговорим сразу после рекламы, так что оставайтесь на телеканале Кубань24. Продолжаем эфир. Напомню, что в эту пятницу в Краснодарском дворце Спорт-Олимп пройдет ярмарка вакансий «Планета ресурсов». Вот о ресурсах, о вакансиях мы говорим в этом блоке, в этой теме дня. Марина Викторовна, скажите, вот мы уже начали до рекламы говорить с нашим экспертом о переобучении, о повышении квалификации. Насколько это востребованы направления и какие, может быть, инструменты, ресурсы есть у Министерства труда, которые их реализуют? Одно из приоритетных направлений получения государственной услуги для несовершеннолетних граждан, для вообще граждан, проживающих на территории Краснодарского края, это консультации по вопросам повышения квалификации, переобучения. Как правило, в рамках этой работы мы проводим активную работу с безработными гражданами. Также мы предлагаем интересное направление для женщин, которые находятся в декретном отпуске с ребенком до трех лет. Тоже есть возможность бесплатного получения дополнительного образования, либо повышения квалификации, переподготовки и для людей, которые находятся на пенсии. То есть тоже процессы обучения и возможности обучения у нас присутствуют. Из краевого бюджета в этом году было выделено 53 миллиона рублей. Это уникальная возможность, на самом деле, воспользоваться деньгами, повысить свою квалификацию. И работодатель ничего не оплачивает, и человек за счет бюджетных средств приобретает новые знания, новый опыт, новые навыки, коммуникации, выходит на работу к работодателю. То есть это стопроцентное попадание в трудоустройство. По итогам повышения квалификации, переобучения, человек, как правило, стопроцентно трудоустраивается. Наши цифры в 2018 году по пенсионерам. 220 человек получили возможность обучения и сразу стопроцентно трудоустроились. Очень много мамочек, которые находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, которые тоже пользуются такой возможностью. На сегодняшний день у нас 250 человек получили возможность самых современных, самых технологичных, возможности обучения и дистанционного обучения, если нет возможности оставить ребенка и пойти на обучение в какую-то организацию. То есть все очень технологично развивается. И наша организация очень современная организация, где есть возможности решения проблем, достаточно быстро все это решается. Ну и безработных на сегодняшний день составляет на учете 4,5 тысячи людей, которые получили услугу по обучению. И мы считаем, что это очень эффективный результат. В 4 тысячи они переобучились и трудоустроились? Трудоустроились, да. Все 4 тысячи? Все 4 тысячи. Это отличный показатель. Это одно из приоритетных направлений для безработных граждан, которые пользуются большой популярностью. Это могут быть обучения как квалифицированные, так и неквалифицированные технологии, которые мы используем. А вы сказали, что деньги идут из крыльевого бюджета, что в принципе за переобучение не платит ни работодатель, ни человек, который будет учиться. Но тем не менее я знаю, что есть предприятия, и крупные предприятия, которые готовы за свой счет тоже переобучать. Вот как раз мне подсказывают, что сейчас с нами на связи руководитель маркетинговой службы компании «Класс» Денис Головко. Денис, добрый день. Добрый день, Алексей. Вычитал, что класс дуального обучения для студентов создали в компании «Класс». Я знаю, что раньше вы проводили профессиональные экскурсии для студентов, а сейчас какое-то дуальное обучение. Если можно, в двух словах, Денис, что это такое? Мы, как современный завод сельскохозяйственной техники в Европе, точно так же, как и многие предприятия реального сектора экономики, нуждаемся в высококвалифицированных кадрах. Я думаю, что всем понятны существующие проблемы образования, которые в любом случае есть не только в Краснодарском крае, но и во всей стране. И не вся та материально-техническая база, которая есть у профессиональных технических училищ, у колледжов, она позволяет подготовить специалиста к тому производству современному, которое сейчас есть у нас. Поэтому мы решили проинвестировать 20 миллионов рублей совместно с коллегами в Германии, подготовили программу обучения. И этот тот класс, те аудитории, которые оборудованы у нас на территории, позволяют студентам параллельно учиться и в техникуме, получая диплом российского образца, и, обучаясь у нас на заводе, получать те знания, тот опыт, который им необходим, и в итоге сертификат немецкого образца, который им позволит работать на высокотехнологичном оборудовании. Во время обучения студенты получают стипендию, и в течение двух лет они обязаны отработать у нас на заводе. А после двух лет они готовы абсолютно уже как профессиональные специалисты, и они могут идти абсолютно во все направления. Но, честно говоря, я не думаю, что после того, как они поработают на заводе «Класс» в Краснодаре, они смогут найти аналогичный уровень. Это я и в том же. То есть, мало того, что вы обучаете, вы платите, вы даете потом два года работать, наверняка же конкурсы очень жесткие, то есть не все смогут попасть. Десять человек мы отобрали вот в Тихорецком машиностроительном колледже, и они будут учиться у нас. А сколько претендовал, Денис, если не секрет? Очень многие хотели. Там было порядка, по-моему, шести или десяти человек на место, но у нас выезжала комиссия наша, которая проводила именно отбор. Там, понимаете, в чем дело, Алексей, там не только важны технические данные. Ты можешь быть бесконечно грамотным специалистом, который умеет на токарном или фрезерном станке обрабатывать металл. Но у нас еще очень важны корпоративные стандарты и ценности. Ты должен иметь определенные психологические навыки, у тебя должны гореть глаза от своей работы. Гореть глаза должны везде. Денис, спасибо огромное, эфирное время заканчивается. Последний вопрос, Мария Диктор. Такие компании, как Класс, это скорее исключение или это закономерно становится? Компания Класс, великолепная компания. Мы тоже с ней активно работаем, мы подбираем персонал и проводим на их территории. Такие компании похожи? Да, конечно, безусловно. Я думаю, что это очень эффективная форма. И нужно стремиться к тому, чтобы предприятия именно занимались такими технологиями. И компаниям хорошо, и вам хорошо, и тем, кто ищет работу. Спасибо, спасибо огромное, что пришли. Я думаю, что мы еще встретимся в ближайшее время и обсудим ситуацию на рынке труда.